Одни ждали этого новшества с нетерпением, но другие напротив. Устраивали бунты, протесты и даже перекрывали дороги. Так встречали в Чебоксарах универсальную электронную карту. С того момента, как первые граждане республики подали заявление на УЭК, прошло полгода. Итоги этого периода подвели в Доме правительства. Ноябрь 2012. Это вовсе не желающий получить так называемую универсальную электронную карту. Кусочек пластика, который объединяет и заменяет собой огромное количество документов. От паспорта и медицинского полиса до проездного билета. Введение этого новшества митингующие встречали транспарантами УЭК, программу уничтожения и электронное рабство. Кто-то из протестующих называл карту не иначе, чем преступлением против личности. Кому-то не нравился номер с тремя шестерками. Так или иначе, уже с января 2013 в Чувашии начали принимать заявления о тех, кто хочет воспользоваться новой услугой. На сегодняшний день такое желание выразил 1701 житель. Около 500 человек карту уже получили. Апокалипсиса не случилось, однако совсем без трудностей не обходится. К примеру, возникают вопросы с транспортным приложением карты, то есть при оплате проезда. Женщина не могла проехать на транспорте только потому, что у нее транспортное приложение не было прописано. То есть вот такой вот случай. Она активировала банковское приложение, потому что карту получала в Сбербанке. Положила туда 100 рублей, проехать не смогла. И вот началось так называемое хождение по мукам. У тех, кто заказал карту после 1 апреля этого года, таких проблем не возникает. Транспортное приложение теперь прописывают по умолчанию. Однако следует отметить, чтобы оплачивать карты проезд, просто получить УЭК недостаточно. Граждане не совсем понимают, что мы его прописываем, мы проверяем, что да, как бы это приложение существует. Но чтобы его активировать, гражданин должен обратиться еще в определенное отделение связи, то есть к оператору. Оператор должен провести активацию и сделать первое пополнение. Первое пополнение у нас идет минимально 100 рублей. На данный момент УЭК может заменить паспорт, полис обязательного медицинского страхования, проездной билет. Также с ее помощью можно получать банковские услуги. Карты непосредственно поступают к нам. Уже с предзаписанным на них уже имеется идентификационное приложение, банковское приложение. И у себя уже в регионе мы записываем свое региональное приложение непосредственно на своем рабочем месте. Мы прописываем на всех поступающих картах. И по желанию гражданина мы еще прописываем электронную цифровую подпись. В соответствии с законом о банковской деятельности гражданин должен сам лично обратиться в банк, заключить договор на все банковские операции. Однако в ближайшем будущем круг возможностей карты существенно расширится. Карта будет все больше и больше насыщаться, скажем так, различного рода приложениями. В перспективе мы рассчитываем, что Чувашская республика войдет в пилот по, скажем так, по медицинскому приложению совместно с фондом обязательного медицинского страхования, который опять-таки позволит нам предоставить гражданам еще больший комплекс услуг с использованием универсальной электронной карты уже в медицинских учреждениях. Увеличится не только перечень возможностей, но и количество мест, где универсальную карту можно будет заказать. Сейчас прием заявлений ведут в трех точках Чебоксар и по одному адресу в Новочебоксарске. В течение месяца появится пять дополнительных пунктов. В московском районе Чебоксар, а также в Новочебоксарске, АллатРик, Анаше и Шумерли. Специалисты прогнозируют, что интерес населению КОЭК будет расти. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.